ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Воскресенье состоятся соревнования по тэквондо. А сегодня в программе вы увидите. Сила России. Мастер-классы и состязания повысят интерес к здоровому образу жизни. Обидные проигрыши и долгожданные победы. На первенстве округа по карате встретились 350 спортсменов. Хоккей 50+. Две уссурийские команды в финале турнира. Спортивный зимний марафон «Сила России» пройдет в Уссурийске со 2 по 17 марта. Задача проекта – повысить интерес к здоровому и активному образу жизни у работающих граждан, пенсионеров и семей с детьми. Мастер-классы и спортивные состязания в зимних дисциплинах – отличная возможность весело использовать провести время с близкими. Также жители и гости города посетят открытые занятия по скандинавской ходьбе и гимнастике, лекции на тему женского здоровья. Все площадки бесплатны, но необходима предварительная регистрация. Чтобы подать заявку, нужно зайти на сайт «Сила России», выбрать регион и населенный пункт и записаться на активности. В нашей площадке будут задействованы две ледовые арены имени Клиза и Олимп, а также площадки, которые расположены на дворовых территориях, на общественных пространствах, на которых возможно и проводятся физкультурные мероприятия, в том числе и для семей. Цикл мероприятий состоит из таких, скажем, видов спорта, активностей, как ходьба скандинавская, это занятия йогой, это свободные катания на коньяках, это мастер-класс по фигурному катанию и мастер-класс по керлингу. Все мероприятия у нас проводятся на наших объектах муниципальных, мероприятия на безвозмездной основе, но здесь есть одно очень правильное, как я уже сказал, выше мероприятие – это регистрация. Поэтому человек должен зарегистрировать свое занятие, прийти и получить максимальное удовольствие в пользу проведенного времени. 350 спортсменов сразились за победу на первенстве округа по карате. Традиционно соревновались в дисциплинах ката и кумите. Конкуренцию уссурийцам составили участники из Владивостока и находки. За боями следила наша съемочная группа. Напряженные бои раскинулись сразу на четырех татами. На каждом пишется своя обособленная история. В буре событий есть место и обидным проигрышам, и долгожданным победам. Такую одержал Максим Слепцов в одном из поединков на первенстве уссурийского округа по карате. Сначала я боялся его, потом, когда он начал на меня лететь, чтобы забирать баллы и выиграть, я его встречал, как еле. А почему сначала боялся? Ну, потому что он меня в прошлые бои выигрывал, сухло вообще. Сегодня ты его победил? Да. Как эмоции? Нереальные. Не часто локомотив видит такое человеческое нашествие. 350 каратистов из Уссурийска, находки и Владивостока встретились на традиционных соревнованиях в начале года. От нашего города выступили 150 спортсменов. Данные соревнования для нас стратегически важны, потому что буквально 16 марта наш город будет принимать чемпионаты первенства Приморского края, поэтому эти соревнования являются отборочными. На этот турнир очень важно нам сформировать команду, которая достойна представить город Уссурийска. Участники от 6 до 17 лет сразились в традиционных дисциплинах – ката, демонстрация техники, кумите, спарринги с противниками. Константин Шарай из Владивостока занимается каратэ не так давно, но уже уверенно побеждает соперников. Расскажи, как тебе удалось победить? Мне удалось взять гяку, потому что мне помогли тренера. Они мне сказали пить гяку. Когда ты в поединке, важно слушать тренера, да? Да. Почему? Тренера знают больше, чем мы. Спортсмены Уссурийского округа обошли соперников в командном зачете и заработали 107 медалей. У владивостокцев 59 наград, у каратистов из находки 23. В середине марта наши земляки сразятся за победу на чемпионате и первенстве Приморского края. Полина Мельниченко, Роман Адонин, Телемикс. Турнир по хоккею среди мужчин 50+, прошел на ледовой арене имени Клиза. В финале встретились две уссурийские команды. За первое место боролись составы не только из нашего города. Мы пообщались с участниками события. Не успели убрать оформление международных игр «Дети Приморья», как ледовая арена имени Клиза встретила новые соревнования. Турнир по хоккею посвятили Дню Защитника Отечества. В схватке за первое место встретились уссурийские команды «Ветераны» и «Водострой». Ветеранские турниры, как правило, собираются, не тренируясь практически. Кто-то тренируется в одной команде, кто-то в другой. А на турнире уже как сливаемся в одно единое, в одну команду. И тут уже первая игра может быть не очень, вторая, третья уже лучше. Бывает, что наоборот, сразу все хорошо идет. В первом периоде спортсмены из «Водостроя» забили два гола. Ветераны отчаянно старались вернуть паритет, однако шайбу у ворота соперника так и не положили. Следующая 20-минутка началась с триумфа хоккеистов в белой форме. Напряжение на льду росло. Во втором периоде ветеранам удалось исключить вероятность сухого проигрыша. И после этого больше забить не получилось. Весь третий период хоккеисты обеих команд безуспешно бросали поворотом. Лишь на последней минуте игрок «Водостроя» красиво зафиналил матч и увеличил разрыв соперника. Схватка завершилась со счетом 6-1. Победа – это всегда победа. Это радость, прежде всего. Это здорово. Меня радует. Все мужчины собрались здесь. 50 плюс. Все энергичные, веселые. Это же здорово. Тем более, еще когда победили, конечно, вдвойне приятно. Два дня шесть любительских составов сражались за высшую ступень пьедестала. Начали с группового этапа и затем перешли к играм за места. На лед вышли не только команды «Уссурийска», но и из «Спаска-Дальнего», сел Анучино и Черниговки. Кубок победителя завоевали спортсмены из «Водостроя». Полина Мельниченко, Игорь Антонов, «Телемикс». «Уссуриц» Антон Змага был в шаге от титула чемпиона Приморского края по спидвею. Наш земляк одержал верх в финале состязаний, но не смог отстоять свое лидерство в дополнительной гонке. События того дня оказались непредсказуемыми. В итоговом заезде встретились четыре сильнейших участника. Двое из нашего города – представитель краевой столицы и спортсмен из Дальнегорска. Почти с самого начала вперед выбился гонщик из Владивостока Николай Каминский. К слову, чемпион прошлого года. Но в один миг ситуация изменилась. Спортсмен потерял управление и вылетел с трассы. Победил Антон Змага из «Уссурийска». Но оказалось, что по итогам соревнований оба участника набрали одинаковое количество баллов. Судьи объявили дополнительную гонку. Интрига сохранялась на протяжении всех четырех кругов. И все же Николай Каминский пересек финишную черту раньше соперника и оставил титул чемпиона края за собой. Сильнейших баскетболистов среди девятиклассников определили в «Уссурийске». В муниципальном турнире соревновались восемь команд. События принял зал «Локомотива». Соревнования стартовали с группового этапа. Затем выявили полуфиналистов. Пять дней юноши бегали, пасовали и забивали. По итогам 20 схваток вперед вырвались ученики 32-го образовательного учреждения. Чемпионы лидировали с самого начала состязаний и выигрывали матчи с большим отрывом. Секрет победы в тренировках со старшими товарищами. На втором месте состав из 29-й гимназии. Тройку призеров замкнули участники из спортивной школы «Рекорд». Это еженедельная рубрика челленджа, в которой мы ближе знакомимся с местными спортсменами. И сегодня мы идем в гости к воспитанникам секции «Самбо». Юноши и девушки недавно вернулись с чемпионата и первенства Приморского края. Привезли много золотых, серебряных и бронзовых медалей. Подробности узнаем лично у спортсменов и призеров. А также проведем с ними интересный челлендж. Расскажи, почему в финале по самбо уступила своей сопернице, которую уже выигрывала. Что произошло? Не знаю, наверное, физики не хватило. Но буду нарабатывать, надо попытаться ее выиграть. Мне больше всего запомнилась моя встреча с девочкой, которой я достаточно длительное время проигрывала. На этих соревнованиях я ее выигрывала чистым броском. Этот чистый бросок сколько отрабатывала? Наверное, из зала не вылазила? Ну, вообще, да, это мой коронный бросок. Во Владивостоке прошли сразу два первенства Приморья. По самбо и по дзюдо. Воспитанники Кристины Сташкевич преуспели в двух видах спорта. Суммарно привезли пять серебряных, 12 золотых и столько же бронзовых медалей. Прямо сейчас выясним, кто из участников краевых соревнований самый быстрый в забеге крокодильчики. Девчонки бежали в паре и качественнее всех выполнили это упражнение. Поделитесь впечатлениями. Упражнения были сложные, но интересные. В команде работать интересно, сложно? Интересно и иногда сложно. Сложно тебе было вести Катю? А когда прыгают? Но и это еще не все. Кирилл и Лилия встретятся в финальном челлендже. Спортсменов ждет необычный забег. В одну сторону нужно пройти на руках, а в обратную – полусальто. Лилия, понравилось? Да, но на руках у меня иногда бывает не получается. Кто-то заводит постоянно в какую-то сторону. А полусальто я в целом хорошо делаю, так быстро могу. Расскажи пару слов впечатлений от этой борьбы. Полусальто делать плохо у меня. Ходьбу на руках давно научусь. А это была программа «Неделя спорта» и Полина Мельниченко. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!